Все понимают, что или мы кормим свою армию, или мы кормим чужую. Мы хотим кормить свою армию. Квадроциклы Жуковского веломотозавода уже прекрасно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. В условиях бездорожья такие аппараты, так же как и легендарные Нивы, просто незаменимы. Отличные аппараты. У нас и бюджет не такой большой, но тем не менее эти деньги мы изыскали. И мне сегодня приятно, что вот эти вот красавицы и квадроциклы, и машины невысокопроходимые, которые мы сегодня вам вручим. И я надеюсь и уверен в том, что они помогут вам более качественно исполнять свои обязанности, нести службу, управлять теми подразделениями, которые есть, чтобы сделать все это мобильно. Ну и, конечно же, эффективно. Так что я вам хочу сказать всем, кто здесь присутствует, военнослужащим, вашим отцам, командирам, конечно же, огромные особо благодарности за ваш труд. Народ и армия едины. От личного состава воинских частей Брянского гарнизона хочу выразить вам благодарность за переданную вездеходную технику. Ваша помощь, она увеличивает боевой потенциал, живучесть личного состава воинских частей гарнизона. В это непростое время военнослужащим важно чувствовать вашу поддержку, поддержку народа, администрации области. Большое вам спасибо. Не менее важна и работа в тылу. С первых дней специальной военной операции все регионы страны оказывают всестороннюю поддержку нашим военным и членам их семей. Брянская область не стала исключением. По инициативе нашей ведущей партии «Единая Россия» при поддержке депутатов Брянской областной думы были приняты все законы, которые позволили выплачивать и нашим мобилизованным, и бойцам нашего именного батальона «Пересвет». Денежные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Все социальные гарантии, которые только можно, мы все их приняли по поддержке семей. Это и по детям, и по школам, и по детским садам, по посещению всех мероприятий. Это освобождение от транспортного налога, газификация домов. То есть вот все, что сегодня взять в перечень по России, мы все приняли в Брянской области. Как бы не было это прискорбно, но люди погибают. У нас, опять же, при поддержке наших депутатов, мы выплачиваем и по 2 миллиона семьям погибшим. И мы же до этого платили всем, кто погиб, и в Чечне, и в Афганистане, и в всех гречих точках. И сегодня все семьи, кто понесли такие потери, тяжелые потери, мы понимаем, что жизнь идет, нужно расти детей, нужно матерям жить. Поэтому, я бы сказал, 8 лет мы платим и в дальнейшем будем платить среднюю заработную плату по региону. Надежный тыл и мужественные защитники отечества на передовой. Все прекрасно понимают, что только так, плечом к плечу, можно добиться долгожданной победы. Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Матеров, Алексей Рязанцев. События. Брянск.